Семейная суббота – это тематическое мероприятие, которое проводит Армавирский театр один или два раза в месяц. 20 января в 17 часов приглашаются школьники вместе с родителями. Они смогут посмотреть спектакль «Чайка» по пьесе Чехова и принять участие в его обсуждении. Такие встречи направлены на духовное развитие детей, укрепление семейных взаимоотношений и общих интересов. Культурную эстафету продолжит Краеведческий музей. Здесь откроется выставка «Армавир в огне сражений 20-го столетия». Она приурочена к проведению месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы и будет содержать уникальные экспонаты из частных коллекций, которые ранее не выставлялись. Предусмотрены интерактивные моменты. Посетители смогут самостоятельно зарядить бомбу и пулеметную ленту. В доме Савы Дангулова тоже новинки. Выставочный зал по улице Ленина приглашает горожан познакомиться с фотоэкспозицией «Самая красивая страна». Это работа победителей Всероссийского конкурса, организованного Русским географическим обществом. Интереснейшие снимки природы, животных со всех уголков России позволят зрителям совершить фотопутешествия по своей родине. А в зале дома Дангулова на улице Свердлова работает выставка «Жизнь после людей». Автор – краснодарский фотохудожник Юрий Будильников. Он осветил тему экологии и показал, как деятельность человека может навредить окружающей среде. Дворец культуры ждет горожан 23 января в 11 часов. Состоится торжественное открытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В этом году он приурочен к 75-летию освобождения края от фашистских захватчиков и будет особенно интересным. Армавирцам вручат символическое знамя Победы и книгу памяти. А 25 января в 14.00 для студентов откроется литературная гостиная «Татьянин день». Состоится разговор о поэзии. Молодежь города сможет принять участие в автопробеге «Знамя Победы». Он посвящен юбилею освобождения края от фашистов. Начало в 10 часов. Участники объедут все микрорайоны Армавира. По окончании автопробега состоится единый день возложения цветов у мемориалов и обелисков вместе с представителями школ, вузов и техникумов. Есть интересные события и в мире спорта. 20 января в 9 часов в воздухоопорном спортивном комплексе «Лидер» начнется открытое первенство и чемпионат Краснодарского края под Хэквондо. А 26 января в 10.00 в школе самбо и дзюдо «Половриненко-1» стартуют всероссийские соревнования по самбо, посвященные памяти героев-афганцев. Любителей кино порадуют премьеры. 25 января на экраны армавирских кинотеатров выйдет приключенческая комедия «Побег из Рио». Она расскажет о том, как прошли каникулы трех девушек, которые прилетели в Рио-де-Жанейро на свадьбу подруги. А ребятишек ждет 67-й выпуск сборника «Мульт в кино» под названием «Зимний карнавал». Не забывайте регулярно посещать наш сайт городармавир.ру, следите за обновлениями рубрики «Афиша» и вы всегда будете в курсе самых интересных событий. Влада Волошина, Артур Кырджанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова